Да, у садовода сейчас в разгаре подготовка к дачному сезону, но в Казани идет полным ходом подготовка к чемпионату мира по футболу, который состоится в июне и июле этого года в городах России, ну и в Казани в том числе. О подготовке волонтеров самых приветливых, самых улыбчивых, компетентных и самых бескорыстных говорим этим утром с Айратом Убаракшиным, руководителем департамента по работе с волонтерами, дирекцией спортивных и социальных проектов. Айрат, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Айрат, сколько волонтеров будут работать в Казани? Волонтерская программа чемпионата подразделяется на две подпрограммы, такое новшество в рамках организации данного чемпионата. Есть волонтеры оргкомитета, ребята задействованы в процессах, связанных с организацией соревновательной части, в Мундиале работают на стадионе. Есть программа «Городские волонтеры», как раз про те, кого вы говорите. Клиентская группа, на которых они ориентированы, это туристы, гости города, болельщики, футбольные. И называются они «Городские волонтеры». Вот в целом. В общем и целом в программе задействованы 2352 человека, из них 1352 будут оказывать помощь оргкомитетам для работы на стадионе, и тысячи человек городских волонтеров будут готовы к встрече многочисленной армии болельщиков, любителей данной игры. В прошлом году, прошлым летом прошел Кубок конфедераций, в Казани в том числе. Волонтеры с прошлого соревнования имеют какие-то преференции в этом году? Безусловно, безусловно. И они, благо, подают также заявки и желают принимать участие. И в этом году, несмотря на то, что такая первая, наверное, практика для волонтерского движения, есть ребята, которые будут заняты в рамках организации до полутора месяца и месяц, достаточно продолжительный срок. Несмотря на то, что большую часть команды волонтеров составляют молодежь, и летом, казалось бы, надо отдыхать. Да, молодежь, давайте со скольки лет. Надо отдыхать, но они задействованы в процессах и желают этого. С какого возраста можно стать волонтером и до какого? Программу мы принимаем от 14 лет, программу «Городские волонтеры». И до какого? Возраст не ограничен, пока есть бодрость духа, силы есть. Да, мы принимаем. Для статистики, вот в программу «Городские волонтеры» Кубка Конфедерации самую возрастную волонтеру было 82 года. Ничего себе! Раз мы заговорили про требования, какие еще есть требования, кроме здоровья, соответственно? Ну, мы работаем на международном мероприятии, и для того, чтобы правильно настроить коммуникацию со всеми гостями, конечно, это знание иностранных языков, как минимум английский, а желательно английский еще дополнительный. Знание нашего города, знание нашей культуры, наших достопримечательностей, желание про активность. И, естественно, мы говорим об опыте, если он таковой имеется, он всегда приветствуется, хотя у нас в программе порядка 40-45% от команды, 400-450 человек, для которых это будет первое мероприятие в их, так скажем, волонтерской карьере. Ведется подготовка какая-то? Конечно, конечно. Сейчас заканчивается этап рекрутинга, 28 апреля завершится отбор в команду городские волонтеры, и мы приступим к большому этапу обучения. Они пройдут в три этапа. Общее обучение ребята познакомятся в целом с чемпионатом, с FIFA, с многолетней историей, познакомятся с мероприятием, которое предстоит провести в 11 городах-организаторах в этом году. Ну, естественно, о своей роли в этом мероприятии, какие обязанности на них будут. Да, вот какова обязанность как раз вот об этом? Ребята будут в программе городские волонтеры задействованы по семи функциональным направлениям деятельности. Мы будем встречать гостей в местах прибытия, аэропорт, ЖД-вокзалы. Самые многочисленные, пожалуй, функции – это информационные станции. Вы их сможете увидеть в самых оживленных, туристически привлекательных маршрутах нашего города. Ребята этой функционального направления пройдут обучение и будут готовы ответить на любые интересующие вопросы гостей нашего города, правильно направить их, как добраться до стадиона, до билетной кассы, до того пункта, который интересен гостю, так скажем. Транспортная логистика, медицинское обслуживание, конечно же, очень большой проект в городах-организаторах проходит. Казань тоже будет принимать FIFA-фан-фест, фестиваль болельщиков. Для тех, кто, скажем, не попал на стадион, но любит игру, хочет прикоснуться к празднику, прямые трансляции каждого матча будут проходить на территории фестиваля болельщиков. Располагаться он будет вокруг нашей с вами известной чаши. Как узнать волонтеров? Форма, баннеры, флаги какие-то? Или цветы в руках. Или цветы в руках, да. В том числе, если мы говорим о местах прибытия, но, естественно, волонтеры традиционно будут одеты в экипировку, их несложно будет узнать. Открою небольшой секрет, у городских волонтеров она будет синего цвета, их будет достаточно много в городе, познавательный аккредитационный бейдж в том числе, ну и, собственно говоря, само оборудование, та же самая информационная станция будет в брейдинге чемпионата, можно будет легко узнать, подойти, обратиться и получить помощь. Вы сказали, 28-го числа заканчивается набор, то есть это уже завтра? Совершенно верно, завтра крайний день рекрутинга. Сегодня кто-то еще может подать заявку? Если успеет подать заявку. И куда? Пожалуйста, волонтерс.дспказан.ком, сайт нашей автоматизированной системы. Если у кого-то еще появилось желание. Да, друзья, поторопитесь. Да, вот это сделать, сразу же записаться на собеседование, 28-м числом мы завершаем этап рекрутинга, переходим к отбору команды, отправка ребятам джопоферов, предложение о работе и формируем итоговый список команды городских волонтеров. Мы уверены, что все получится, спасибо вам большое, удачи в работе, ну а тем, кто сейчас отправился заполнять планки, вам тоже удачи, возможно, еще успеете.